здравствуйте друзья мои всех с новым годом у нас с вами в сервисе кэшбэк появилась возможность включать партнеров и клиентов из украины из казахстана для того чтобы активировать бизнес партнером из украины из казахстана вам необходимо зайти в раздел каталог выбрать раздел микрозаймы и вот здесь у нас сейчас по умолчанию есть возможность выбрать россия казахстан украина вот если вы из украины выбираете украина у нас с вами микрозайм один из оферов появился со временем их количество будет наполняться здесь для того чтобы вам лично выполнить это задание то есть вам лично получить займ вы нажимаете на кнопку получить займ соответственно переходите на страничку микрофинансовой организации здесь вы указываете сумму здесь вы указываете количество дней если говорить конкретно по этому офферу то сейчас вы еще получите подарок до 250 гривен они дают пять процентов от суммы вашего займа бонусом вам на вашу карту которую вы укажете при регистрации очень важный момент друзья мои при работе с микрозаймами я настоятельно рекомендую использовать какой-то скажем так левый мобильный телефон не тот основной телефон которым вы пользуетесь а именно мобильный телефон какой-нибудь сторонний то есть возьмите мобильный телефон на момент активации вашего бизнеса используя микрозайм пользуйтесь тем получите входящий смс получите звонок и соответственно потом его отложите в сторонку потому что он у вас откровенно завалит спам все эти микрозаймовые организации вплоть до того что они будут звонить писать предлагать поэтому вот в работе с микрозаймами я рекомендую использовать какой-то другой мобильный телефон не тот основной и которому там привязаны ваши финансовые механизмы карты и так далее а именно другой мобильный телефон так скажем левый электронную почту тоже можете использовать другую но с электронной почты на самом деле не проблема то есть идет технология какая вы зарегистрировались на этой микрозаймовой организации на какой-то свой второй третий мобильный телефон указали необходимые там данные все что нужно там нужно будет но как обычно указать ваши все реквизиты год рождения прописку там место работы доходы и так далее и так далее но вы увидите там ничего сложного вот здесь данном случае на этом микрозайме вы получите еще пять пять процентов от суммы того займа который вы взяли если мы работаем по украине я рекомендую здесь взять займ там от 1000 гривен ну плюс-минус там на 15-20 дней здесь очень маленький процент 001 процентов день получается то есть грубо говоря за 1000 гривен за 30 дней допустим вы заплатить 3 гривны при этом вам вот видите 50 гривен на по-моему третий или четвертый день здесь начисляет на карту по условиям то есть грубо говоря вы берете 1000 гривен тысячи три гривны возвращаете и уже бонусом вы получаете от самой организации нет сервиса кэшбэка от вот этой вот организации в данном случае вот на дату записи на сегодняшний день на 4 января у них такие условия возможно это ситуация как-то изменится но вот на данный момент такая ситуация куда этот процент насколько я выяснил у этой организации в 2020 году было пять лет с момента основания и вот они пять процентов от суммы которые вы берете займом вам делают как бонус плюс ко всему вы еще по условиям сервиса получите 20 процентов от вот этой суммы в начисления то есть как узнать какие начисления идут по микрозаймам вот здесь вот кнопочка информационный кружочек такой вот он слева ну по всем займам такая ситуация вот здесь вы можете узнать и точно так же вот здесь вот эта ссылочка которой вы можете воспользоваться помощью друга то есть если у вас есть кто-то из украины например кто может взять на свое имя микрозайм и таким образом может вас активировать то есть вы можете вот эту кнопку использовать копировать ссылку то есть если вы лично берете займ на свои данные вы из украины то вы нажимаете кнопку получить деньги. Если вы пользуетесь помощью друга, вы нажимаете вот на кнопочку информация, копировать ссылку и пересылаете своему другу, он берет займ на свое имя. А друг получает вот эти все бонусы, которые здесь на самом этом займе представлены, а вы получаете соответственно 20% вот от этой суммы к начислению. Такая же ситуация теперь и по Казахстану. По Казахстану у нас 4 оффера. То же самое при использовании микрозаймов как инструмента, я рекомендую использовать еще раз повторяю, какой-то другой мобильный номер, ну левый, но которым у вас будет доступ. Точно так же здесь по каждому микрозайму есть информация о какое количество средств пойдет в начисление. Тоже вот нажимаете на кнопочки, вы здесь эту информацию видите. Ну и то же самое, если вы выберете Россию, то есть тоже по каждому офферу есть условия, есть начисление в сеть. с микрозаймом, как мы работаем, то есть если вы активируете с микрозаймом, в данном случае вот по Украине, если мы говорим, то есть на третий, четвертый день вам начислят эти 50 гривен, и соответственно вот сколько вы планируете деньгами пользоваться, ну по сути можно уже, грубо говоря, там на пятый, шестой день вернуть, чтобы, ну по сути, вы стали качественным клиентом для этой организации и получили все начисления, которые положены по условиям партнерской программы cashback.ru. В ближайшее время здесь добавятся еще организации, точно так же каталог будет расширяться, и соответственно мы с вами будем еще больше, больше зарабатывать, больше возможностей. Также у нас более информативный стал раздел начисления, если вы обратили внимание, здесь теперь цифры стали крикабельны. Соответственно, если мы кликнем на рассмотрение, то теперь мы можем увидеть, от кого, за что, какие начисления к нам приходят. И вот важный момент, что отличает наш фрикетинг от всех остальных. Вот она, та самая компрессия, которая срабатывает, которая позволяет зарабатывать сильно больше. Вот смотрите, в данном случае с шестого уровня, я еще не звезда, у меня квалификация лидер, но с шестого уровня партнерской программы мне по компрессии поднялся человек до пятого, и я получил 10%. В любом другом случае, в любой другой компании это в принципе невозможно. Вот как работает компрессия, вот с пятого на четвертый уровень тоже пришли начисления и получил свои 20%, ну квалификация лидер здесь дает 10 плюс 10. Теперь сегодня здесь у нас в разделе начисления все крикабельно, то есть мы видим откуда что пришло, ну и вплоть до того, что вы можете кликнуть на партнера и тоже увидеть, что это за человек. Опять же, ну по начислениям тоже самая информация точно так же. То есть все теперь крикабельно, очень удобно. Вот важный момент еще раз говорю, что сегодня вот буквально у нас есть возможность включать в бизнес партнеров из Украины и из Казахстана, используя функционал микрозаймов, то есть вы выбираете, вот здесь заходите в каталог, выбираете Украину или Казахстан, выбираете подходящий займ, активируетесь и зарабатываете. Так, что-то кто-то пишет в чате. Цель получения микрозайма активироваться как партнер, ну естественно, и заработать, получить своих 20%, которые вы получите за использование, ну любого, за любое выполнение задания вы как исполнитель получите 20% от стоимости, которая указана в начислении. Да, Таня? А вот такой вопрос. При микрозайме начисляются деньги на карту, то есть именно присутствие твоего личного не требуется или требуется все-таки? Не понял вопрос. Что значит личное присутствие? То есть тогда? Вы, когда берете микрозайм, вы оформляете, при оформлении договора вы указываете карту, на которую вам перечислить средства. Если займы вам одабривают, вам на эту карту перечисляют средства. Там еще некоторые займы требуют активации по карте. Ну то есть у вас там, ну если по Украине, то там гривну спишут, если по России это рубль, там по Казахстану там несколько тенге на пару минут спишут и вернут назад. Ну проверят карты ваши действительно активно. То есть средства перечисляют на карту. Вам не нужно никуда идти, ничего не нужно. В некоторых микрозаймах просто требуют селфи ваших документов, в смысле фото. Там как обычно паспорт, первая, вторая страничка, ну если у вас бумажный паспорт. И селфи с паспортом, да, вы взяли в руки паспорт, вот сделали селфи, ну что вы этого. Вот эти документы в некоторых микрозаймах требуют. И соответственно они эти документы подтверждают, проверяют. Если вам дают добро, то вам приходит уведомление, что вам там положен такой-то займ. Подписывайте договор в электронном виде. Вам тоже там смски приходят на этот же телефон. Вы их вписываете, ну как обычно, электронная оферта. И вам займ выдают там в течение пяти минут обычно приходит на ту карту, которую вы указали. И с этой же карты я, ну по Украине, допустим, я использую карты PrivatBank. Я с этой же карты и оплачиваю. Точно так же там автоматически. Вы когда карту будете верифицировать, вы внесете номер карты, месяц, год и сив-код. Ну и соответственно это будет как интернет-оплата. То есть вам для того, чтобы потом погасить этот займ, например, вот по Украине, нужно будет повысить лимит на совершение интернет-платежей до той суммы, да, которую вам нужно вернуть. И соответственно заходите на микрозайм, нажимаете там оплатить или там погасить, как там. Выбираете способ и соответственно гасите займ. Но вы получаете на карту. А то, что вносится CVC-код, это не опасно? Никакой опасности не несет? Ну а какая там будет опасность? Вы потом лимитом на совершение интернет-платежей просто обезопасиваете себя и все. Если есть возможность виртуальной карты, ну, создавать, у нас вот при А2-4 можно создать виртуальную интернет-карту. То, ну, я как раз такой картой пользуюсь. На интернет-карту беру займы, интернет-карту потом возвращаю. А там обнуляю, потом лимит на совершение интернет-платежей ставлю ноль. И все. Даже если какие-то там будут попытки что-то там махинизировать, ничего не получится. Ну и на этой карте просто не держу средства. Ну, в идеале тоже карту вот какую-то, да, вы можете взять карту, на которой, ну, отдельную, которую не будете пользоваться. То есть, ну, если с микрозаймом, то в идеале мобильный телефон левый, электронная почта левая и какая-то другая электронная карта. Все, друзья, всем хорошего дня, чтобы у вас все получилось. Ставьте цели, достигайте их. Всем добра.